И все дорожки, и все тропинки ведут нас снова до красной гринки. В этот раз артисток ансамбля «Россиянка» Веру Кожакину и Зою Гудзик дорожки привели в ДК Чайка, поселок Управленческий, где организовали избирательный участок для голосования. А поскольку выборы президента совпали с Масленицей, артистки решили поздравить жителей с праздником и выступили в Доме культуры, чтобы в этот важный день быть рядом с жителями своего района. Я с 8 лет в этом Доме культуры Чайка. Я очень люблю петь и дарить радость людям. У меня два ансамбля «Россиянка» и «Околица». И поэтому другого варианта у меня нет. Обязательно быть вместе. Сразу после выступления одна из артисток оставила свой голос за будущего президента, поскольку прикреплена именно к этому избирательному участку. Зоя Гудзик говорит, что не пропускает ни одни выборы. Долг перед Россией, поэтому хожу каждый год. Участки работают с 8 утра до 8 вечера. За порядком следят правоохранители, а за соблюдением всех правил голосования общественные наблюдатели от общественной палаты и партии, которые выдвинули на выборы своих кандидатов. Все идет, как говорится, в штатном варианте. Люди добродушные, положительно заряженные. Приятно, так сказать, таких избирателей получать. В дни выборов президента осамарцы могут принять участие в голосовании за благоустройство родного города в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Отдать голос за пространство, которое преобразится в следующем году, можно с 14 лет. Ранее в Красноглинском районе уже благоустраивали территории по нацпроекту, поэтому голосование за общественное пространство идет активно. Нам сделали сквер у ЗАГСа, так называемый, очень красивый, очень люди довольны. Сейчас мы боремся за наш пар, сквер Кузнецова. Это значит, второй год за него чуть-чуть не хватало, чуть-чуть. Но я думаю, что народ уже видит, что у нас есть результаты. Поэтому мы стараемся сейчас более активно участвовать, жители, и активно участвовали, потому что сейчас электронное голосование. Также голосующие участвуют на УИКах в викторине в рамках благотворительной общественно-просветительской акции «За родное, за свое». Из призов автомобиля, туристические наборы, путешествия по Самарской области, поездка на международную выставку «Форум Россия» на ВДНХ. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События.